Добро пожаловать на канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают вам экономить время, силы и деньги на кухне. Сегодня покажу, как сделать сухарики в духовке. Приготовленные таким способом сухарики получаются достаточно крупными, хрустящими снаружи и мягкими внутри, с легким ароматом чеснока. Из-за своих размеров они больше подходят не для салатов, а для подачи вместе с первыми блюдами. Также можно их есть просто так, как орешки или семечки, или макая в разные соусы. Кроме этого, это прекрасный способ утилизации черствового хлеба. Очень вкусный и просто. Давайте готовить. Хлеб я использую как пшеничный, так и ржаной, но на мой вкус ржаные сухарики немного вкуснее. Сначала я ставлю духовку разогреваться на максимальную температуру 250 градусов. Пока разогревается духовка, нарезаю хлеб крупными кубиками. В отдельной глубокой миске раздавливаю чеснок и смешиваю его с 2 столовыми ложками масла. Засыпаю в нее хлеб. Сверху поливаю еще 2 столовыми ложками масла, стараясь, чтобы оно равномерно распределилось по хлебу. А дальше осторожно руками перемешиваю содержимое миски. Смысл в том, чтобы масло равномерно впиталось во все грани и поры хлеба. Его будет казаться слишком мало, но больше добавлять не стоит, так как сухарики должны получиться хрустящими, но не жирными. Выкладываю хлеб на противень, застеленный бумагой. Открываю уже разогретую духовку и быстро отправляю в нее сухарики. Надо стараться, чтобы при открывании духовки ушло как можно меньше тепла. Дальше все просто. Сначала сухарики поджариваю 5 минут при температуре 250 градусов, потом духовку выключаю, но дверцу не открываю и высушиваю их до полного остывания от духовки. При таком способе сухарики сначала покрываются хрустящей корочкой, а уже потом высушиваются изнутри. Так как духовки у всех разные, посоветую сначала поэкспериментировать. У меня и электрическая, которая хорошо держит тепло. Поэтому если вы готовите сухарики первый раз, то ровно через 5 минут после помещения сухариков в духовку их нужно достать и оценить результат. Если уже подрумянились, достать. Если нет, то вернуть назад и выждать положенное время. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которое я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!